Вздохнуть уже можно, выдохнуть еще нельзя. Мордовия дожила до второго этапа снятия ограничений. Выходят из обвинья летние веранды в кафе и ресторанах, непродуктовые магазины, но работать они пока будут по противовирусным правилам. Будем держать дистанцию, где-то 5 метров друг от друга будут находиться столы, но также все, маска, перчатка, все селептируется будет. Лишние столы будут убраны, на столы, которые останутся, будут наклеены наклейки, которые будут говорить о том, чтобы здесь дистанцию не занимали этот стол, это место, чтобы соблюсти социальную дистанцию, чтобы люди, которые к нам сюда проходят, наши курьеры, которые собирают доставку, чтобы тоже соблюдалось это расстояние. Как раз сейчас над этим работаем. Накануне глава Мордовии рассказал, как должны работать такие заведения. Обязательно соблюдение дистанции между гостями, средства индивидуальной защиты у персонала. Некоторые организации уже ввели такую услугу, как бесконтактный заказ. Если эпидситуация будет оставаться стабильной, то скоро мы сможем снять все ограничения по работе кафе и ресторанов. Но спешить в этих вопросах нельзя. Новый этап снятия ограничений не должен привести к ухудшению эпидситуации. Вирус никуда не ушел. Поэтому большинство мер санитарно-эпидемической безопасности, ношений масок и перчаток, социальной дистанции остаются обязательными для всех объектов торговли, сферы услуг, транспорта, мест посещения и обслуживания людей. Татьяна Меркулова, управляющая кафе в Саранске, рассказывает открытие хотя бы летних веранд – долгожданное событие для всех заведений общепита. Закрылись они 28 марта. И теперь, чтобы снова начать работу, пришлось заранее запастись не только средствами индивидуальной защиты для персонала, но и купить дополнительное оборудование для дезинфекции помещений. Это тоже одно из обязательных требований Роспотребнадзора. Купили для зала лампы рециркуляционные для обеззораживания воздуха. Мы приобрели все средства дезинфицирующие, маски, одноразовые перчатки. Мы однозначно рады, что мы можем работать, что мы можем принимать гостей, что у нас будут люди работать, которые сидели какое-то время дома. Однозначно мы очень рады и мы с удовольствием ждем наших гостей. Второй этап снятия ограничений предусматривает также открытие образовательных центров, рынков и крупных непродовольственных магазинов, тех, которым до сих пор торговать было запрещено. Несмотря на такие послабления, эпидемиологическую ситуацию все еще сложно назвать стабильной. Можно только надеяться на то, что второй волны не будет, и мы не вернемся к самоизоляции, тотальным запретам и карантинам. Сейчас в республике прирост заболевших небольшой. В ближайшее время несколько больниц, которые были перепрофилированы в коронавирусные госпитали, начнут возвращаться к своей обычной работе. Сейчас крайне важно сохранить нашу сплоченность, проявить упорство и солидарность в борьбе со всеми трудностями. И в первую очередь в борьбе с коронавирусом, чтобы максимально быстро вернуться к привычному ритму жизни. Ведь когда мы вместе беремся за дело, у нас все всегда получается. Несмотря на то, что летним верандам ресторанов работать уже разрешили посетителей, в них пока немного, некоторые по-прежнему закрыты. В основном потому, что Роспотребнадзор еще не сформулировал точные правила. Ходит слух, что могут запретить сажать за один столик больше двух человек. Как быть, если в кафе придет большая семья, пока никто не понимает. Людмила Кусерова, Николай Лужкин. Наши новости.